18 мая состоялась защита дорожной карты Инженерного института Казанского федерального университета. О том, какой реальный вклад данное подразделение делает в развитие всего университета, рассказал директор Инженерного института Найль Кашапов. В центре внимания оказались вопросы, касающиеся роботизирования и аддитивных технологий в биомедицине, которые уже в ближайшие годы будут реализовываться на площадке Инженерного института. Стоит отметить, что рассматриваемые технологии станут новейшим дополнением к основной работе подразделения. На каждой кафедре существует несколько научно-исследовательских лабораторий. И ведем работы по специальности биотехнической системы и технологии. Это одно. В инноватике у нас профили метрологии, стандартизации, сертификации. Опять-таки тоже направлено на стандартизацию именно продукции медицинского назначения. Уже на ближайшее время Инженерный институт наметил для себя серьезные цели. По словам Найли Кашапова, большой акцент будет сделан на серьезное развитие робототехники. Например, планируется к открытию новая кафедра, которая будет включать в себя инновационные специальности, востребованные в ближайшем будущем. И здесь как раз перспективы Инженерного института – это промышленная робототехника, это интеграция технологических и робототехнических решений, как, например, сварка, обработка форм для литья, медицинская робототехника. Ну и в перспективе, как раз перспективы здесь – это открытие вместе с андроидной техникой, открытие базовой кафедры фирмы «Андроидная техника». Во время защиты дорожной карты в центре внимания также оказались вопросы, связанные с планами открытия новейших лабораторий термического взаимодействия, сертифицированной учебно-исследовательской лабораторией взаимодействия и других. Далее была рассмотрена стратегия работы совместного с несколькими институтами проекта «Экопарк». В данном проекте принимают участие представители практически всех технических институтов ВУЗа. Продолжая разговор об одном из основных направлений Инженерного института, ректор Капулышат Гафуров отметил необходимое создание новых программ подготовки для будущих студентов. Очень много разговоров шли о робототехнике. И, собираясь, мы тоже говорили, мы должны отдельно вычленить по робототехнике направление касательно подготовки специалистов первичного звена, то есть уровень бакалавриата, да, и там мы акцентируемся на промышленных роботах и тоже должны сказать заказчиков, то есть какой объем должен быть, да, вот какое количество мы должны подготовить через 4 года на уровне бакалавриата. Завершая защиту дорожной карты, директор Инженерного института заверил присутствующих, что четкая стратегия будущих действий позволит увидеть реальные результаты. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова